МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости в студии Анна Печенегова. В начале выпуска коротко о главном. У руля большого города в Новокузнецке появился новый городоначальник. Пока временный. Естественный отбор или естественная бюрократия. Кузбассовца наказали за то, что он спас маленького лосенка. Бороться, искать, найти, арестовать. Кимеровские полицейские изъяли более 100 литров нелегального алкоголя в одном магазине. Уже в августе этого года Новокузнецкий вокзал должен начать работать. Это одна из задач, поставленных губернатором Аманом Тулеевым на внеочередной сессии народных депутатов южной столицы Кузбасса. 4 июня можно назвать днем отставок. От своих должностей отстранены несколько новокузнецких чиновников. Тему продолжит Артем Казак. Я сегодня утром спрашиваю одного из руководителей, почему мы не убираем мусор с дороги, и слышу в ответ, а губернатор здесь не поедет. Обидно. В первую очередь обидно за подобное отношение к своему родному городу, местных предпринимателей и руководителей. Но и удивление уже не вызывает. Многие горожане давно живут по принципу, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Дождались. Грянул. Да вот только креститься уже поздно. Первым под критику губернатора области попал уже бывший мэр Новокузнецка Валерий Смолега. На внеочередной сессии Совета народных депутатов была официально принята его отставка. Потому что Смолега проявил безбольность, трусость, нерешительность, мягкотелость, медлительность, нерасторопность, а порой и безразличие. И уход от решения стрейших проблем. Это встреча с людьми. Человек, он порядочный, совестливый. Это реально. Он не вор. Это тоже реально. Но ты первый руководитель. Человек-то это ладно, но ты руководитель. Ты государственный деятель. Кабинет Валерия Смолега не единственное помещение в администрации города, которому предстоит сменить хозяина. Следом свои места покинут руководитель дорожно-коммунального хозяйства Сергей Конаков и заместитель главы Новокузнецка по экономическим вопросам Дина Смертина. На место исполняющего обязанности мэра южной столицы Кузбасса губернатор предложил поставить Сергея Кузнецова. И инициативу поддержали единогласно. Задачи, которые вы сегодня обозначили, уважаемые депутаты, уважаемый Аман Гумирович, это сложные задачи, но они очень важны для города. Учитывая то, что сегодня мы находим единство в городе, и вы сами знаете, что город Новокузнецк всегда славился своим единством, всегда своей скоростью, своими инновациями. Да, на время мы их утратили, но я думаю, что вместе мы сделаем большое дело и выполним все поставленные задачи. А таковых немало, и времени на раскачку у временного руководителя практически нет. За три месяца Сергею Кузнецову необходимо завершить строительство вокзала, привести в порядок дороги и дворовые территории и обустроить Орджоникизовский район вокруг храма Рождества Христова. Как-никак на освящение обещал приехать сам патриарх Кирилл. Впрочем, без помощи новый городоначальник не останется. Следующий день шахтера пройдет в южной столице Кузбасса. К своим обязанностям Сергей Кузнецов приступил незамедлительно. Сразу же после сессии ИО мэра вместе с губернатором принимали делегацию из Белоруссии. Цель – укрепление отношений между республикой и областью. Все-таки совместная работа уже давно налажена. В 1998 году было подписано соглашение, и благодаря этому соглашению и близким теплым связям между главой вашего региона и главой нашего государства, мы видим уже результат в цифрах. То есть Кемеровская область, она в лидерах по товарообороту между Кемеровской областью и Республикой Беларусь. Впереди еще много работы, чтобы привести город в порядок. И губернатор обещал, что южная столица Кузбасса не останется без поддержки столицы областной. Все-таки на носу три таких важных события – приезд патриарха, день шахтера и юбилей города. И, возможно, нынешние перемены пойдут на пользу всем. Артем Казак, Александр Архипенко – новости моего города. Кузбассовцы помогли дикому животному, и за это их наказали люди. В Кемеровском районе семейная пара спасла четырехдневного лосенка, который голодным скитался возле деревни. Чиновники, однако, считают, что это не помощь, а изъятие животного из природы и нарушение хода естественного отбора. Мои коллеги разбирались, как лучше поступить – по-человечески или по закону. Этого лосенка всего четырех дней от роду нашли ночью на берегу Томи в экомузее Тюрберский городок. Малышка была очень слаба, даже подняться на ноги не могла. На видео уже утро лосенок накормленный, чувствует себя явно лучше. Пройдет еще час, и животные заберут сотрудники музея-заповедника Томская писаница. Потом, через несколько дней, людям, которые нашли лосенка, выпишут штраф. Якобы за то, что они незаконно изъяли его из природы. В департаменте по охране объектов животного мира сегодня Елене и Александру объяснили, мол, лучше бы зверя так и оставили – на произвол естественному отбору. Вдруг где-нибудь его мама отыскалась. Они приняли неверное решение. Они не имеют права изымать из естественной среди обитания животных. И если такая ситуация возникла, и они считают, что он находится в бедственном положении, то нужно было сообщить в правоохранительные органы, если они не знают, что существует департамент по охране объектов животного мира. Естественно, полиция, прибыв на место, они бы сообщили нам, и мы бы уже приняли решение. Елена считает, тут скорее не естественный отбор, а природа бюрократии сыграла свою роль. Нашли звереныша, но не сообщили, куда надо. Другой вопрос – откуда обычному человеку знать, что посреди ночи необходимо не сразу бросаться на помощь попавшему в беду животному, а судорожно перебирать телефонный справочник. Сначала было очень жалко лосенка этого, а потом, как сейчас, объяснить моему пятилетнему сыну, что мимо животного тогда ему плохо. Надо пройти мимо. Человеческий закон оказался неумолим перед правилами морали. Вердикт департамента, призванного защищать животных, лосиные спасатели должны заплатить штраф в 3000 рублей. К счастью, все расходы на себя взяла томская писаница, которая подарила дом лосенку. Лана, так назвали детеныша, по словам сотрудников музея-заповедника, сейчас уже адаптировалась. Живет наш лосеночек в стаечке вместе с маленькими телятками, поэтому ему не скучно. Чувствует себя хорошо. Были некоторые проблемы со сменой питания, но сейчас все это улажено при помощи нашего ветеринарного врача. Так что наша Ланочка чувствует себя хорошо. Несмотря на все перипетии, Елена считает, свой моральный долг она и супруг выполнили. Вот только неизвестно, заразителен ли будет такой пример для других. Станут ли люди поступать по-человечески по отношению к братьям нашим меньшим, зная, чем может обернуться доброе дело. Наталья Токмагашева, Константин Червяков. Новости моего города. Государственная дума рассматривает очередной спорный законопроект. По нему депутаты и чиновники обязуются проходить регулярные тесты на употребление наркотиков. Причем, кроме плановых проверок, могут быть и неплановые. А обнаружение запретных примесей в крови или отказ пройти проверку могут стать основанием для увольнения чиновника. О правовой стороне вопроса спорят не только парламентарии, но и юристы. С правовой точки зрения речь может идти только о тех случаях, когда решение о прохождении тестирования принимается добровольно. Когда речь заходит о тотальном тестировании всех государственных служащих по всей территории нашей страны, необходимо помнить, что каждый тест – это конкретная денежная сумма, которая тратится на зарплату медперсоналу, содержание медучреждения, непосредственно сам тест и его последующую обработку. Так что, предлагая такие меры, необходимо просчитывать и их финансовые последствия. Водочка с пылу, с жару прямо из духовки. Кемеровские полицейские познакомились с новыми способами хранения алкоголя. Хозяева торгового павильона с озвученным названием «Барабаш» визит оперативников, судя по всему, ожидали. Но обзаводиться лицензии на продажу спиртного все равно не стали. Вместо этого водку, коньяк и прочие напитки попытались спрятать. Проверка магазина превратилась в настоящий квест. Бутылки находили в гараже, туалете и даже в духовом шкафу. В отношении предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Нарушение правил продажи отилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Санкции данной статьи предусматривают в качестве наказания наложение штрафа в размере до 40 тысяч рублей. В селе Пача Яшкинского района при разборе заброшенного здания обрушилась бетонная плита. Под ней оказался один из рабочих, участвовавших в демонтаже оповещения. Об этом сообщает сегодня сайт sibdepo.ru. Очевидцы трагедии сразу вызвали на место спасателей, которые нашли тело погибшего рабочего. Это мужчина 1978 года рождения. Причины и обстоятельства трагедии сейчас выясняются. Проводится доследственная проверка. А если вы стали свидетелем происшествия, расскажите об этом журналистам телеканала «Мой город». Телефон горячей линии 8 933 300 0300. От вашего звонка может зависеть чья-то судьба. Субтитры создавал DimaTorzok